Здравствуйте! В эфире программа «Полезный разговор». Мы рады с вами делиться полезной информацией, которая изменит вашу жизнь к лучшему. Каждый из нас мечтал или мечтает иметь свое собственное дело. С чего начать? Где найти команду мечты? Ну и самое главное, какую же бизнес-идею развивать, ведь все ниши уже заняты. Сегодня попробуем вам, дорогие друзья, рассказать, как же все-таки можно открыть свое дело в Екатеринбурге, и нам поможет в этом гость сегодняшней программы Дмитрий Абрамов, руководитель спецпроектов школы «Стрелка», института «Стрелка». Дима, здравствуйте! Здравствуйте! Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» и еще один проект, который недавно появился в «Стрелке» — онлайн-школы городских предпринимателей «Вектор». Этими проектами я занимаюсь. Если говорить про «Стрелку», это институт, появившийся в 2009 году в Москве, и он появился на стыке трех областей — медиа, архитектуры и дизайна. И на стыке появилось то самое важное и интересное, чем, собственно, «Стрелка» все эти пять, уже больше пяти лет и занимается — это слово «урбанистика». И по большому счету именно институт «Стрелка» во многом сделал это понятие, это явление востребованным, модным, интересным широкой аудиторией, а не только узким профильным специалистом. Все стали активно заниматься изучением городских пространств. Совершенно верно. Да, это стало буквально в хорошем смысле мейнстримом, и там есть свои плюсы и минусы, но в целом и в общем это очень хорошо, когда большое количество людей, а не только специалисты, думают, а как живет город, как взаимодействуют люди, сообщества, почему, не знаю, движения в городе устроены так, а общественные пространства по-другому. Это очень важно, чтобы и в обществе была такая повестка, был запрос на то, чтобы понимать это и по возможности включаться в эти процессы и делать город лучше. Потому что на самом деле город — это же не только улицы, здания, мосты и дороги, это же еще, на самом деле, это в первую очередь люди. И от того, как мы к этому городу относимся, как мы себя в нем чувствуем, во многом и зависит то, каким этот город получается. Город нужно изучать, причем делать это тщательно для того, чтобы суметь понять настроение и суметь подстроиться, опять же, со своей бизнес-идеей. Понимание внутренних каких-то связей и городских, оно помогает сделать успешный проект. И чтобы понять, как город работает, мы в первом курсе предложили три инструмента, они очень простые, и как раз они придуманы таким образом, чтобы любой человек мог этим пользоваться. Это фото, это видео и это карты. Как смотреть и видеть? Студентка Стрелки в свое время исследовала вопрос детских площадок в городе. Такое самое распространенное мнение, что в любом городе всегда не хватает детских площадок. А также детских садов, школ и других учреждений. И этот факт кажется неоспоримым. Она решила поставить этот факт под вопрос и разобраться в нем. И это, собственно, один из способов увидеть новое и понять, что на самом деле в городе все не так очевидно. И опрашивая детей, родителей и экспертов, которые соприкасаются с этой сферой, она выяснила довольно парадоксальный факт. Оказалось, что, по-моему, около 70% детей не хотят играть на детских площадках, которые им предлагает город. Они выбирают пустыри, заброшенные здания и что-то, что совершенно не похоже на детские площадки. И, следуя этот вопрос дальше, она поняла, что вообще им занимается довольно много специалистов в мире и довольно давно. И что детские площадки, вот такие безопасные, нарядные, немножко пластиковые, которые мы привыкли видеть в городах, которые сегодня устанавливают, отвечая вот на эту, казалось бы, понятную повестку, нужно больше детских площадок. Оказалось, что вообще-то это не так. Оказалось, что нужны либо другие детские площадки, либо они вообще нужны не в формате детских площадок, а в формате каких-то других пространств. Вообще, я в Екатеринбурге, наверное, третий раз в жизни, то есть бывал в вашем городе, и могу смело заявить, что ниш в Екатеринбурге свободных, незанятых огромное количество. А давайте поподробнее. То есть это только кажется, что в городе всего слишком много. На самом деле, ну не знаю, там не самая доходная и, может быть, не самая бизнесовая ниша современного искусства, которое в последнее время в Екатеринбурге стало проговариваться и ощущаться гораздо сильнее в связи с Биеннале, или там очень симпатичный проект галереи «Свитер», которая появилась тоже не так давно. На самом деле, эта ниша, она довольно большая, и для такого города крупного, как Екатеринбург, на мой взгляд, она далеко не наполнена. И в этом направлении можно активно развиваться. Или, например, образовательная ниша, которая за последние пять лет в Москве разрослась до огромной самостоятельной сферы, внутри которой стали появляться довольно доходные бизнесы, хотя сначала в это особо никто не верил, в Екатеринбурге, мне кажется, вообще на зачаточном уровне. То есть найти здесь хорошие площадки, на которых можно регулярно делать большие образовательные события, делать большие конференции, их у вас не так много. И есть еще два проекта, которыми я занимаюсь в Москве в свободное от работы время, они не коммерческие, образовательные. Это ежемесячные бесплатные лекции и завтраки для творческих людей Creative Mornings. Это международный образовательный формат, он существует в 128 уже, по-моему, городах мира. Мы его в Москве делаем уже чуть больше двух лет. И второй формат, он вечерний, он пришел из, если Creative Mornings родом из Нью-Йорка, Печа Куча пришла из Токио, из Японии. Печа Куча Найт Москва – это такие короткие выступления, презентации, вот как раз от людей, которые могут поделиться каким-то необычным опытом, своими проектами, идеями. И от того, что мы делаем это регулярно, вокруг нас формируются довольно большие сообщества, и появляются новые горизонтальные связи. Эксперты, которые выступают у нас, начинают, к ним подходят ребята, зрители, посетители этих событий, консультируются, потом иногда попадают к ним на работу. То есть вот эта регулярность, она позволяет жить сообществу, потому что точечные временные события, они все-таки, ну как бы, эти связи, они должны закрепляться. Должны быть там постоянные группы в Фейсбуке, ВКонтакте, должна быть постоянная какая-то активность. И в Екатеринбурге я такого, к сожалению, вижу пока немного, хотя что-то интересное, безусловно, происходит. И Екатеринбургу грех жаловаться, потому что город большой, и событий здесь все же много. Другое дело, что они не всегда регулярные, они не всегда продолжаются во времени. В свое время ориентировались на проект Воронежа, который под лозунгом выступал «Люби Воронеж, Москва подождет». Вот что-то в этом роде, да? Но в свое время вы сами покинули Томск. Почему, вот, например, в Томске не стали реализовывать те свои идеи, не стали присматриваться к городу, не стали его как-то развивать и делать лучше, а все-таки поехали в столицу покорять? Вы меня подловили. Пять лет назад таких возможностей не было. Все-таки онлайн-образование сейчас очень сильно меняет эту сферу и позволяет людям не переезжать из своего города, там, не знаю, условно, в столицу, а учиться у себя и пробовать у себя. Есть еще очень важный момент. Вы правильно вспомнили про Воронеж. Нас, правда, сильно вдохновил этот слоган. Это слоган интернет-издания воронежского даунтаун.ру «Люби Воронеж, Москва подождет». Мне кажется, что сейчас появилась определенная такая группа людей, которая сознательно делает выбор не уезжать из своего, пусть даже небольшого города, а оставаться в нем и делать его лучше, интереснее, чтобы самому там было интересно жить. Потому что, ну, вот этот выбор уехать в Москву, ну, он как бы такой довольно очевидный, прямо скажем. И не сказать, чтобы… Я не могу сказать, что я пожалел, уехав из Томска в Москву, но периодически я думаю, что если бы я остался в Томске, если бы я еще чуть-чуть вот как-то смог найти единомышленников или кто-то бы меня смог поддержать, я бы смог сделать, конечно, для Томска довольно многое. Мы уже сказали про внимательность, да, к окружающей среде, идти смотреть, фотографировать, обращать внимание, что есть, чего нет. Но все-таки вот еще, прям какие-то, может быть, конкретные советы, как же создать социально важный проект, который будет полезен не только тебе, но и всему городу, всему обществу. Копировать уже существующие бизнесы, в общем, не очень сложно. И мы это постоянно видим. Москва присматривается к тому, что происходит в условном Нью-Йорке, Лондоне и Сингапуре делает у себя, а города России посматривают за Москвой и копируют у себя. Но… И это, в общем, зачастую не самый плохой способ попробовать сделать что-то, но, конечно, гораздо интереснее придумать что-то абсолютно новое. Делали большое исследование на эту тему и просто пытались понять, а что отличает успешных предпринимателей и бизнесменов от не очень успешных. И оказалось, что вот страсть и вовлеченность, когда бизнес появляется на фундаменте хобби, какого-то любимого дела, чаще всего он… Успешен. Успешен, да. Ну, то есть понятно, что неуспех там тоже возможен, но вот те бизнесы, которые стали успешными, они чаще всего построены таким образом. Есть еще одна очень важная особенность людей, у которых получается делать успешные проекты. И Дэвид про это рассказывает в первом уроке второго курса. Есть два типа мышления. Фиксированное мышление и мышление роста. Фиксированное мышление – это когда ты думаешь, ну вот мне даны какие-то качества, мне даны какие-то там таланты, они у меня вот как-то сформировались, вот они у меня есть, и я с ними живу. И это на самом деле не очень правильно. А мышление роста позволяет человеку не бояться учиться новому. И получается, что когда на пути появляются какие-то преграды, нужно с этим разобраться, нужно вот это как-то осознать. Люди с мышлением роста, они не боятся этого делать, и они постоянно растут. То есть умение учиться, не бояться узнавать новое – это критически важный фактор для предпринимателя. Потому что и мир меняется, и запросы людей меняются, и ты должен меняться вместе с этим. Мы уже два пункта выделили. Это любить свое дело. Так, сейчас я весь курс расскажу. Давайте еще несколько моментов осветим. Если вы хотите, чтобы ваш проект был успешным, и чтобы он долгое время существовал и развивался, вы должны решить какую-то потребность человека. Это не просто должно быть ваше желание и стремление совершить что-то невероятное. Нужно ответить на чаще всего уже существующий запрос. Он не всегда бывает сформулирован. Помните, да, Форд в свое время сказал, если бы я спросил у людей, что им нужно, они бы сказали, нам нужны лошади порезвее. Потому что они не знали, что можно придумать автомобиль. А его придумали. И Форд, предложив автомобиль, он ответил на существующий запрос – перемещаться быстрее. Но просто люди не могли его сформулировать, потому что они не знали, как эту свою потребность можно реализовать. И про это в курсе тоже много. То есть, с одной стороны, нужно не бояться предлагать новое, потому что в Фейсбук тоже сначала не верили, и в Эппл сначала не верили, и в те же самые автомобили изначально тоже. То есть, порой, и это тоже очень важно, у предпринимателя должна быть какая-то невероятная вера в собственную идею, упорство и желание доказать людям, что это действительно нужно и полезно. Пожалуй, так. Но часто очень какие-то интересные новые проекты, они появляются на стыке. Это какие-то коллаборации, это какой-то странный микс. И на самом деле это один из секретов успеха. Потому что, ну я не знаю, соединить гостеприимство, digital service и желание людей путешествовать по городам, останавливаясь не в отелях, а где-то еще, дало миру потрясающий проект под названием Airbnb, у которого капитализация сейчас какая-то совершенно невозможная. Я даже боюсь назвать эту цифру. И которые абсолютно поменяли парадигму путешествия людей. Казалось бы, нет же ничего нового, да, впустить человека, пожить у себя и взять за это денег. Ничего нового в этом нет. Но то, как они это упаковали и сделали это удобным, сделали это прозрачным, сделали это социально ответственным, это принесло им невероятный успех. Дим, напоследок хотелось бы попросить тебя дать несколько советов, наверное, таких самых базовых, самых главных для будущих новаторов, наверное. Для тех, кто будет изменять город, может быть, всю страну. Ну, большая ответственность. Но я попробую не бояться этой ответственности. Я бы в первую очередь как раз и посоветовал не бояться, потому что это отличает новаторов от не новаторов. Не бояться ошибаться, потому что если ты не ошибаешься, скорее всего, ты не растешь. На пути создания чего-то, чаще всего есть какие-то ошибки. Второй совет. Не бояться перепридумывать изначальную идею. Это суперважно, потому что я встречаю очень много людей, которые, не знаю, лет по пять, по семь ходят с одной идеей, и вот, значит, они все пытаются ее сделать. Ребята, вы давным-давно уже начали ее делать, поняли, что, допустим, она не работает в таком виде, и ее нужно перепридумать и переупаковать, например, и она бы, возможно, уже превратилась во что-то интересное и ценное. Но вот человек держится за эту свою идею, ему кажется, что она гениальная, но просто никто его гения пока не слышит. То есть нужно не бояться меняться. И третий совет, и, наверное, последний, учиться, постоянно учиться у интересных людей, у жизни, смотреть по странам, и тем более сейчас это становится делать все легче и легче. Не обязательно даже уже сейчас путешествовать, всего очень много в сети, и там много знания и много возможностей. И смотреть нашу полезную программу. В том числе. Почаще. Дорогие друзья, пробуйте, ошибайтесь, экспериментируйте, и самое главное, никогда не останавливайтесь. Это была программа «Полезный разговор». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...